Венеция, смотрите как красиво! Самое классное, что люди здесь реально катаются на лодках. Видите, вон поплыли на гондолах. Ребят, привет! Мы посетили ресторан Венеция. Тимофей, конечно же, доволен, но просто хочу предупредить всех туристов. Предупредить всех туристов, что не так уж классно, потому что, например, окна витражные, грязные, это первое, еда на 3 балла, это второе. И вы не думайте, что я зажралась, нет, просто здесь цены высокие, соответственно, и требования высокие. Да простит меня программа-ревизор Тимофей. Короче, знаете, здесь просто красивый вид, и ресторан для туристов, поэтому, если вы хотите вкусно поесть, вам не сюда. Нет, нет, просто покататься на гондоле и... Бедный, бедный Павлуня, он весь измок, пока бегал в поисках банкомата. Ну и, конечно, как вы видите, сзади официанта в странной оранжевой робе, которая напоминает тюрьму. Да простит меня программа-ревизор, так вот, кухня на 3 балла и большой-большой косят, они не принимают карточки, и они нас не предупредили. И беды Павлуня, беды. Лето, не уходи. Класс. А вообще, мне кажется, я поняла, инстаграм истории это для тех, кому реально скучно и не хрен делать. Вот мне сейчас не хрен делать. Я ей записываю бред в сеть. Не надо. Пош, почему не надо? Отстань ты. Если идти по песку, можно прийти к кашляющему Тимофею.